Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Париже высказал надежду, что Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата приведет к подписанию нового соглашения взамен Киотского протокола, и это пойдет на пользу экономики и экологии. Если мы предложим периодический пересмотр обязательств и пошлем этот сигнал ученым, инвесторам, предпринимателям, венчурным фондам, то мы начнем достигать целей раньше, чем ожидали, и тогда сможем быть еще более амбициозными. Отвечая на вопрос о ситуации в Сирии, Обама подчеркнул, что разногласия США с Россией касаются ухода президента Сирии Башара Асада, и отметил, что не ожидают поворота на 180 градусов политики России в ближайшие недели. Я не думаю, что мы должны питать иллюзией, что Россия начнет наносить удары исключительно по позициям ИГИЛ. Этого не происходит сейчас, этого не было раньше, и этого не произойдет в ближайшие недели. А вот что может произойти, так это политический процесс, который Джон Керри филигранно сформировал вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Если это в Вене сработает, то, возможно, с учетом уже достигнутой сторонами договоренности, мы начнем наблюдать хотя бы отдельные зоны прекращения огня в Сирии и вокруг нее. Также Обама выразил уверенность, что Россия осознает необходимость вступления в коалицию по борьбе с группировкой «Исламское государство». Продолжение следует... Продолжение следует...